По закону в нашей стране каждый имеет право на основное образование вне зависимости от физических или ментальных особенностей. С недавнего времени в образовании появилось такое понятие, как инклюзия. Когда все дети, независимо от их физических, психических и интеллектуальных способностей, учатся в одних классах вместе со своими обычными сверстниками. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. В основу инклюзивного образования легла идеология, которая исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение ко всем людям. Основная цель такой формы образования заключается в создании условий для успешной интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду. Такой класс есть в Тверской школе номер 34, где особенные дети получают необходимые знания и навыки. В первую очередь меняется среда общеобразовательного учреждения. Это и доступная среда, это и адаптирование учебных материалов, это индивидуальные образовательные маршруты. Каждому такому ребенку предоставляется индивидуальный тьютер, который помогает ему в обучении. Наиболее эффективным вариантом успешной реализации инклюзивного образования является модель «Ресурсный класс». Это не отдельный класс для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе. Это социальная образовательная модель, позволяющая создать для обучающегося, в зависимости от его потребностей и возможностей, инклюзивное образование и индивидуальное обучение. «Ресурсный класс — это особая форма образования, в которой нужны особые педагоги. В первую очередь это педагог-тьютер, который имеет педагогическое образование, в том числе дефектологическое, логопедическое или психологическое образование. Это высококвалифицированная педагогическая должность». Основная цель модели — создать такие специальные образовательные условия для любого ученика с особенностями развития, чтобы он мог включиться в жизнь общеобразовательного учреждения в своем индивидуальном темпе и обучаться в среде с наименьшими ограничениями. Все ученики, которые получают помощь в рамках этой образовательной модели, зачислены в стандартные регулярные классы. Обычные дети из такого класса поделились мнением о своих особенных одноклассниках. «Елисей чуть-чуть отличается от простых детей. Я играю с ним, помогаю. Он никогда не бывает сердит, он все время веселый. Мы играем в игры, иногда в крестике нолики, еще мы на доске решим. Когда мы с ним играем, у нас поднимается настроение». Инклюзия должна затрагивать всех — детей обычных и особенных, их родителей и, конечно, сотрудников учреждения. Нужно относиться друг к другу с пониманием и терпением, спотыкаться, совершая ошибки, проживать каждый день и учиться жить в нормальном обществе разных людей. Именно так в обычной школьной атмосфере с шумными переменами, играми со сверстниками формируется толерантное общество, в котором есть место и возможности для каждого. Субтитры создавал DimaTorzok